Радио 54 Первое. Областное радио Будет Зритель провоцироваться Как-то Например, как может провоцироваться зритель? К нему будут прямые вопросы задаваться А зритель будет на них отвечать Либо поднимать руку Это какой-то степ Пытать не будут Пытать не будут Будут вежливо спрашивать Можете отвечать Можете не отвечать Если есть желание Зритель становится не просто Тем человеком, который смотрит и оценивает А участником Ну, то есть он Наш партнер, собственно А что за практика неудачников такая? То есть это какие-то реальные жизненные истории Которые были собраны И будут проанализированы на сцене Или же это некая-то придуманная история Про то, как люди ищут путь личностного успеха И там некоторые шишки обретают Мы вот говорили об этом с Сашей Что вообще практика неудачников Это не про то, что неудачливые люди И у них что-то не получается Ну, кто такие неудачники? А про то, что неудачник это человек Который отказался от этой удачи Принял, что это так И дальше с этими уже набитыми шишками Он идет и встречает там какие-то трудности Или победы Не, ну коучи, коучи Это не тот человек, у которого ничего не получается А который отказался от удачи А вы как лично сами относитесь Являясь наверняка активными участниками соцсетей Как и все мы в то же время, собственно Вот к этому просто какому-то колоссальному количеству От блогеров Очень такой, по-моему, настойчивой информации Я сейчас научу вас Личностно подрасти Да, чему-то научиться Вот это же все валится Особенно в эпоху карантина Когда все засели со смартфонами дома Вы лично, может быть, сталкивались С какими-то конкретными примерами И можете рассказать о личной истории Конкретными примерами Взаимодействия с коучами Вот кто-нибудь учил вас С актерскому мастерству онлайн? Нет, такого не было У нас как-то проходили Повышение квалификации онлайн Это когда педагоги нам пытались Объяснить какие-то там вещи Но это были педагоги Люди, которые получили образование А вот чтобы как-то через блоги Через каких-то людей Нет такого не было А как вообще у вас происходят Вот эти вот повышения квалификации? То есть звонит вам Иван Иванович И говорит Слушай, что-то как-то на сцене Не то у нас происходит Или как? Или вот тут ты не дотягиваешь? Нет, это просто выработка Какая-то на сцене идет За истечением лет И тебе за какие-то роли За твои личностные Какие-то достижения Тебе дают повышение квалификации Ну вот так как была пандемия Это проходило онлайн И это были курсы повышения квалификации Это было в ГИК или ГИТИС Я не помню И там было очень много актеров С разных городов И вот мы выходили все Вот в эти конференции И конечно там никто с тобой Лично не разговаривал Нам просто что-то рассказывали Показывали какие-то кусочки из фильма Мы должны были их обсуждать Ну собственно вот и все было Повышение квалификации А давайте вот к пандемии вернемся Юль Нет, давайте не будем Да нет уж вернемся Я не про вторую волну Я про другое Ребят, ну наверняка было непросто Ну творческому человеку Мы вчера говорили с нашими гостями Об этом у нас вчера были музыканты Сегодня вы актеры Для вас же глаза живые зрители Их фидбэк, живая реакция Это же гиперважно Как вы все это время сейчас справлялись Может быть что-то новое придумали И в онлайн формате Как дышалось творческому человеку Это же объективно тяжело Непросто Непросто Нас вот касаемо еще теории Счастья и успеха Вот проходили Также конференции В которых мы придумывали Какие-то штуки Я отсылаюсь вот к коучам Приходили люди И они онлайн с нами проводили занятия Типа вот так у нас проходит коуч Вот так вот у нас психология работает И мы все сидели в конференции В этой общей И слушали Как этот человек нам это все объясняет И мы набирались вот так опыта Чтобы вот так Не потерять как сноровку Да Со зрителем тоже была работа Потому что Первый театр Было очень много на самом деле От нас проектов Мы взаимодействовали У нас были Как это называется Сказки Мы читали детям Я не помню А, Первый театр в помощь мамам И на самом деле Мы созванивались с конкретным ребенком По ватсапу В этот момент родители куда-то уходили И мы читали им сказки И это очень классный опыт Ты видишь этого ребенка И он начинает тебе рассказывать Про животных Про своих Какие-то вопросы задавать И по сути Это были тоже живые глаза Живые эмоции И потом были еще классные встречи Мы проводили классные часы На закрытие получается Учебных годов Тоже было на самом деле Здорово Интересно А в Первом театре Служат молодые актеры Или есть такие возрастные Уже там кому-нибудь 60-70 лет Есть Есть возрастные актеры Для них онлайн Это было открытие Некое в жизни Или это люди настолько продвинутые Как сейчас говорят Что для них это тоже нормально Ну Были сложности или нет Нет Сложностей не было Нет Все хорошо Кто не понимал Всем объясняли Как зайти Что сделать Проблем не было Мы у всех наших гостей Спрашиваем Те открытия Которые они успели совершить За вот этот Достаточно сложный период Ну считая С марта месяца Потому что У любой опять же медали Есть оборотная сторона Понятно что сначала Мы все были в шоке У нас прошла стадия отрицания Потом гнева Потом принятие И вот на стадии принятия Юль У вас Да Андрей У вас На что-то может быть По-другому посмотрели Какой-то неожиданный Для себя в жизни Сделали вывод Связанный с карьерой Профессиональной Или же личной жизнью Своей собственной Вот какое-то переосмысление Произошло Или вы пока только на пути Потому что в любом случае Ни одного из нас Не оставит равнодушным И на прошлых установках 2020 год Это понятно Вот что-то произошло Переосмысление О чем Переосмыслив На самом деле За дело Естественно Конечно Когда ты сидишь И тебе кажется Что мир рушится Вокруг тебя Все меняется Да Естественно Все мы поменялись Актеры же Они еще тонко чувствуют Все Да И там у каждого Свои какие-то переживания Пример, Андрей Чтобы было полегче Вот вчера у нас были музыканты Вимиха Оркестры Они сказали Что за время пандемии Когда не было сцены Не было зрителей Они там взяли И вот научились Сваркой заниматься И начали зарабатывать И начали зарабатывать на этом Вот такая история Ну это же ты, Андрей Говорил У нас был очередной Зум-созвон И Андрей такой Знаете, я задумался о том Что нужна еще Какая-то сфера деятельности Мы начали рассуждать Кем бы мы могли работать И кого-то это просто Привело в ужас Андрей, вы кем бы Вы могли работать? Ну, начиная от простого Таксистом Каким-нибудь Тем же сварщиком Нормальный вариант Все, что первое В голову приходит Юля, а первое Что пришло в голову? У меня-то Другая история Театр появился Это уже вторая Сначала я закончила Банковское дело Работала в банке И поэтому Потом я пришла в театр И поэтому сейчас Этот вопрос для меня Не такой актуальный А, ну так-то да Как будто я В общем-то Уже выбрала свою дорогу Но вы же научились Сказки рассказывать В продажи нужно идти Да И в продажах я тоже была В процессе подготовки Этой истории Вы сами чему-то Удивились? Да Что-то было? Расскажите чему? Ну, во-первых Это был Ну, вот конкретно для меня Это новый формат Формат спектакля И взаимодействие Со зрителем Вот Здание не поменялось А вот концепция поменялась И внутри приходится Искать какие-то новые ключики Новые какие-то подходы Это сложно оказалось? Оказалось, да А как вообще оценить Вот зрителя Который перед тобой сидит Насколько он Склонен к взаимоотношениям? А мы прям спрашиваем Мы прям говорим Участвуйте А ты забыл, где зеркало души у человека на теле? Я думаю, шуршащий шоколад На самом деле Когда вот Сейчас кажется, что любой зритель На самом деле готов взаимодействовать Вопрос Наша задача Создать вот эту почву Обстановку Чтобы человек действительно Тебе доверился И понял Что в театре Сейчас же они тоже, получается Зрители по другим правилам играют И у них срабатывает Мы делаем прогоны Наших ребят Которые работают в театре Срабатывают, что Ну в театре же вроде нельзя Ну там вставать Или поднимать руку Или отвечать Ну есть никакие общепринятые Да, мы же можем сбить актеров И вот наша задача Сделать так, что Нет, вы не собьете Это разговор Но это очень странно и интересно В общем, если кто-то соберется прийти Обязательно И сбить актера, да Милостью просим Готовьте какие-нибудь вопросы Которые хотите задать актерам Какая возрастная категория В этой истории? 16 плюс 16 плюс Ну с соблюдением всех Мер предосторожности Конечно, первый театр Наверняка К этому тоже внимательно подходит Под чуть-чуть открывающиеся Новые двери И возвращающиеся к нам Жизнь Это не может не радовать Мы все устали От домашних стен Мы устали от того Что все встало колом От неопределенности От Ладно, кинотеатры Все понятно Ты включил онлайн-кинотеатр А театр это совсем другая история Она требует Живого контакта Конечно, личного контакта Естественно Нет, конечно Я бы с Вином Дизелем Вживую бы тоже пообщалась Но это другая история Итак, вот такой спектакль Тренинг В первом театре, друзья Не пропустите Можно пойти В всей семье Взять старшеклассника Бабушку Маму Да И с друзьями Большой компанией Прийти и поучаствовать Что обещаете точно Зрителю Который дойдет До первого театра Дойдет Дошел до ручки До первого театра Вот именно от этого Спектакля тренинга Вот он это точно получит Ну, вы гарантируете Ну, по крайней мере Ребята Какие-то интересные эмоции Наверное, да? Да Общение Общение Безусловно И там будет возможность Подходить к актерам Это здорово, правда Если кто-то когда-то Раньше стеснялся Спросить или подойти К сцене к актерам В этом спектакле Это возможно Но тема диалога Будет связана Именно с личностным ростом С какими-то внутренними Изменениями С внутренними С мировыми изменениями Мы заденем струночки дыши Будет о чем подумать Хотелось бы в идеале Чтобы зритель Какой-то выработал диалог Самим собой На самом деле Вот, наверное, это было бы То есть вы его направили Вектор показали Да Он уже дальше Там сам себе разбирается Это было бы здорово Чтобы человек начал Задавать себе вопросы Прежде всего себе Может быть даже Во время спектакля Что-то тоже показывает Вот наши прогоны На наших ребят Такое тоже бывает Это здорово Жаль, что вы нам сегодня Никакой конкретики не сказали А как вы конкретики Вот смотри Было бы здорово узнать Сейчас Юля хорошо сказала А вот что из личностных открытий Случилось с вашими коллегами Может быть кто-то Делился своими эмоциями Рассказал, что во время прогона Ребят, я вот Обалдел По другому взгляну на привычные вещи Все же эти Коуч, тренинги Это же все такая история Мы над этим иронизируем Да И в какой-то момент Эти вещи кажутся Ну, хочешь быть счастливым Будь счастливым Или хлопни в ладоши И ты будешь счастлив Какие-то простые истины И мы над этим иронизируем Но зерно в том Что хочешь быть счастливым Будь счастливым Обними другого В этом же тоже есть Вы предлагаете сейчас обниматься Или в ладоши хлопать Нет, я к примеру говорю Что как бы мы над этим Не иронизировали В этом есть какая-то правда Чтобы быть счастливым Нужно любить Ну, эти простые истины Мы над ними всегда Как бы немножко уже смеемся Говорим Ну, типа прописная история Ну, это же так просто Это продают люди Чтобы быть счастливым Нужно Да мы не смеемся Мы это просто произносим Не пытаясь Проникнуть смысл Да, не пытаясь понять, что, скорее всего, это так и есть. Может быть, чтобы быть счастливым, нужно кого-то полюбить. И вот если мы через эту иронию, человек в какой-то момент смеется-смеется и потом думает о том, что действительно это классно.